В эфире канала «Россия» итоговая информационная программа «События недели». В студии Ашемес Пхешхов. Доброе утро. Пандемия не остановила строительство в республике новых спортивных объектов. Очередной современный физкультурно-оздоровительный комплекс открыт в ауле Кубина Абазинского района. Съемочная группа «Вестей» посетила торжественное мероприятие. Альбина Ламкова подробнее. Заниматься спортом в комфорте, да и просто вести здоровый образ жизни теперь возможно и для жителей аула Кубина. Для этого на его территории построили современный физкультурно-оздоровительный комплекс. И это событие стало настоящим праздником. Радовали глаз спортивно-танцевальной композиции в исполнении детей района. Церемония открытия была проведена ярко и красочно. Воздушные шары заряжали настроением. А гости праздника поддерживали каждое выступление аплодисментами. «Краси на шоколе, где боги и отцов на нас. Не пройдем мы против воли, где боги и отцов на нас». У всех разные ассоциации. Вплоть до корабля, который плывет к новым победным горизонтам. А возвышающийся над ним триколор служит талисманам на удачу. «Уютный, светлый и просторный спортивный зал. И всем он рад. Ну что ж, теперь готовьте стенды для новых грамот и наград». Вырастить чемпиона – это мечта любого родителя. Да и сами ребята настроены очень серьезно. «Я занимаюсь вольной борьбой. В дальнейшем я от себя жду хороших успехов в этом спорте». «Даньше был у нас маленький спортзал, и люди не могли приходить. Но сейчас у нас большой спорткомплекс, и люди все приходят к нам и занимаемся». «Я люблю спорт. Мне нравится этот спорткомплекс. Он очень хороший, в нем хорошо занимается». «Уже занимался? А чем ты занимаешься?» «Борьбой вольной». Не мог не разделить такую радость такого важного события с жителями аула Кубина глава Карчаева Черкесии Рашид Тимреза. В своем выступлении он отметил, что президентом нашей страны Владимиром Путином ставятся очень серьезные задачи в развитии физической культуры и спорта. И, как мы видим, все поставленные задачи решаются, а программы реализуются. «Представители Абазинского муниципального района, так как в целом и Карачаева Черкесии, славятся своими спортивными достижениями не только на республиканском, всероссийском уровне, но и на мировом уровне. Очень много чемпионов, призеров Олимпийских игр, чемпионов мира по различным видам спорта. Поэтому я абсолютно убежден в том, что из этого спорткомплекса выйдет еще новое поколение, которые будут представлять свои семьи, свои фамилии, свои аулы, в данном случае аул Кубина, и будут прославлять Карачаева Черкесию и нашу Российскую Федерацию на международной арене». Хасан Курочинов родился и вырос в Кубине. Он не мог не пропустить такое знаменательное и важное событие для аула. Хасан Шамсудинович – заслуженный тренер России. Он, как никто другой, знает, как важен спорт для развития молодежи. Он воспитал одного из известных футболистов России Романа Павлюченко. «Сегодня открытие этого комплекса радует всех жителей аула, что сегодня ребятишки наши будут заниматься вольной борьбой. Около ста человек сегодня ходят, занимаются». После церемонии открытия все гости получили возможность осмотреть новый спортивный комплекс. В здании ФОКО универсальный игровой зал размером 24 на 12 метров, тренажерный и отдельный зал для различных видов единоборств, раздевалки с душевыми, кабинеты врача, тренеров и другие административные помещения. Ислам Биджев шесть лет занимается вольной борьбой и делает все, чтобы добиться успеха в этом виде спорта. «У нас теперь больше места, мы можем качаться на канатах, и теперь нам стало легче тренироваться. Хочу продолжить заниматься спортом и стать олимпийским чемпионом». И это вполне возможно. Слушая наставления тренера, мы скоро и услышим имя юного спортсмена и его друзей на российских и мировых аренах. Альбина Ламкова, Лебастанов, Вести, Карачаево-Черкесия, Абазинский район. После торжественного открытия ФОКа Рашид Тимрезов провел рабочую встречу с главой Абазинского района Русланом Кужевым, который проинформировал о социально-экономическом развитии района за 19-е и 20-е годы. По программе формирования современной городской среды проведены работы по благоустройству четырех общественных территорий. Также благоустроены парковые зоны, в средних школах открыты точки роста. Введен в эксплуатацию дом культуры на 200 мест в Кубине. А в ауле Инжичикун установлена спортивная площадка для сдачи норм ГТО и завершено строительство многофункциональной спортивной площадки и футбольного поля в ауле Псыш. Также в Ильбургане завершено строительство нового дома культуры. И там же близится к завершению строительства детского сада Ясли на 80 мест. Точечно по населенным пунктам района ведется работа по улучшению водоснабжения, газоснабжения и улучшению дорожного полотна. На сегодняшний день ведется формирование 48 земельных участков для многодетных семей на территории Инжичикунского сельского поселения. В Карачаево-Черкесии ведется вакцинация от COVID-19. Уже вакцинированы 2847 человек. Накануне в регион поступила дополнительная партия вакцин «Спутник Вим» – более 5000 доз. Всего же в первом квартале Карачаево-Черкесия получит свыше 15 тысяч доз вакцин. Дальше по необходимости эти объемы будут увеличены. Сегодня в республике действует 13 пунктов вакцинации против новой коронавирусной инфекции на базе медицинских учреждений в разных районах Карачаево-Черкесии. Напомню, что в черкесской городской поликлинике, на которой приходится львиная доля желающих привиться, организовано целое отделение по проведению вакцинации. Также принято решение об организации передвижного пункта для вакцинации, который уже начал свою работу на этой неделе. Карачаево-Черкесия стала первым регионом в России, где завершена программа переселения граждан из аварийного жилья. В конце 2020 года последние 16 семей из Адгихабельского района получили долгожданную денежную выплату за свои ветхие квадратные метры. Но, как оказалось, не все так просто. И сразу обладатели выплат столкнулись с другой жилищной проблемой. А вот какой именно, расскажет Александр Коваленко. Вот уже как 4 года в этой квартире царит полная тишина, нет детского смеха, домашнего уюта и суеты. Семья Кемовых вынуждена живет на съемной квартире. И только вдохнув этот едкий запах и воочию увидев эти стены, понимаешь, что жить здесь невозможно. Видеокамера не может передать весь этот букет сырости и плесени, которые втихомолку здесь процветают. Вот это плесень. Вот это все плесень. Глава семьи Кемовых всячески пытался победить недруга. До кирпичей снимал штукатурку. Но новые белоснежные стены спустя время вновь покрывались черным налетом. Потом уже дети начали кашлять. Вот они начали врача вызывать. Врач говорит, у вас запах плесени. Начали открывать, вот мебель все начали перетаскивать, а за ними уже плесень пошла. Вот они и съехали. Ничего не помогает плесени. Она еще больше и больше поднялась уже и наверх. То было снизу, а потом, видите, наверх пошла. И несмотря на то, что фасад здания дома на вид в хорошем состоянии, проектировщиками он признан аварийным. Перекрытие здесь деревянное. Фундамент дома сравнялся с землей. А попасть в подвальное помещение стало невозможным. Сегодня попасть в квартиру очень сложно здесь, потому что многие жильцы даже оставили свои квартиры и съехали. Живут на съемном жилье. Как, к примеру, вот здесь. Несмотря на то, что здесь очень тепло, но здесь жить абсолютно невозможно, потому что здесь плесень завладела всей квартирой. В Карачаево-Черкесии досрочно была завершена республиканская программа обеспечения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Карачаево-Черкесской республики на 2019-2025 годы, которая была признана аварийным до 1 января 2017 года. В рамках этой программы переселено 7 аварийных домов. Из них 5 многоквартирных домов в Ужджигуте. Один в Адгихабле и один в Аркеншахаре. Благодаря главе нашей республики, Темрезову Рашиду Борозьбевичу, эта программа была реализована в прошлом году. Мы заключили соглашение со всеми собственниками жилья и провязали выплаты в полном объеме в прошлом году. Сейчас идет процесс, кто-то ищет квартиру, кто-то уже нашел. Идет процесс оформления этих квартир. После получения выплат жильцы сейчас в активном поиске жилья. В Министерстве строительства ЖКХ Республики нам рассказали, каким образом они осуществлялись. Эта программа распространяется только на многоквартирные дома. И у нас обязательство предоставить квадрат на квадрат. Если семья проживает независимо, сколько человек. Если она проживает на 50 квадратах, то наше обязательство предоставить ей 50 квадратов. Выплата жильцам проводится исходя из оценочной стоимости дома, рыночная стоимость. Независимые оценки в соответствии с 32 статьей жилищного кодекса провели оценку этого жилья. И исходя из этой оценки произошла выплата. В этом доме Любовь Мижева прожила более 30 лет. Она очень надеется, что в ближайшее время в их семье будет новоселье. Но пока приобрести жилье на выплаченные деньги не удается. Цены на недвижимость в ауле возросли в разы. Делится с нами женщина. Перечислены нам деньги. Все вовремя. Но так получилось, что буквально нам перечислили деньги и сразу поднялись цены на квартиры в Адыхабле. И получилось, что мы, люди ищут, ищут. Все квартиры подорожали. И вот некоторым приходится брать кредит, некоторым приходится брать что-то. Каждый как может выходит из этого. Также в эту программу попали многоквартирные дома Уст-Джигуты. Жильцы одного из которых были переселены в 2019 году. А остальные жители четырех домов новоселье отметили уже в 2020. И отрадно отметить, что к 100-летнему юбилею нашей республики Карачаево-Черкесия подойдет без аварийного, непригодного для проживания многоквартирного жилья. Александра Коваленко-Алибастанов, Вести Карачаево-Черкесия. Прямо сейчас реклама, а позже мы продолжим выпуск. Дарите эмоции. В Минбанке возьмите кредит до 2 миллионов рублей по ставке 6,5% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис. Московский индустриальный банк. Пятигорский государственный университет приглашает абитуриентов и родителей на дистанционный день открытых дверей по программам высшего и среднего профессионального образования. Присоединяйтесь к онлайн-трансляции на официальном сайте университета pgu.ru 13 февраля в 12.00. Мой дед, кубанский казак Михаил Иванович Еремеев, был... Моего прадедушку звали Алимуратус Денов. Моя прабабушка славилась в родном ауле как искусная швея. На Кавказе в каждой фамилии есть почтенные старики. Они всегда готовы рассказать о своих предках, людях, прославивших род. А в домашних архивах, старых альбомах и бабушкиных сундуках наверняка еще хранятся фотографии, документы и семейные реликвии. На основе этих воспоминаний и документов мы вместе с вами создадим документальный фильм, который станет частью исторического наследия вашего рода. Обращайтесь, мы всегда вам рады. В нашей республике много неравнодушных людей, готовых оказать помощь нуждающимся. Об этом свидетельствует недавно закрытый сбор для Магомеда Тюбеева. Но есть и те, которые не прочь воспользоваться этим. Вопрос сборов и работу благотворительных фондов обсудили в Общественной палате Карачаева-Черкесии. Руслан Джукаев подробнее. В Общественной палате республики состоялось заседание Ассоциации «Во благо», в которые входят некоммерческие организации, общественные благотворительные фонды Карачаева-Черкесии. На заседании обсудили несколько важных вопросов. В первую очередь это улучшение работы организации, взаимодействие с НКО и информационное оповещение населения. Мы предварительно уже собирались. У нас было обсуждение по поводу создания ассоциации региональной, куда будут входить благотворительные фонды, некоммерческий сектор, которые у нас работают в республике. Второй вопрос по поводу сборов, которые сейчас участились у нас в социальной сети. Мы видим вообще хаотичная информация разбросанная. Много, ну не много, есть сборы, которые мы находим, что они недействительны, что это мошенники, так скажем. В некоторых сборах наблюдаются корыстные цели людей. Известны случаи, когда физические лица делали сборы на лечение несуществующих болезней или же случаи, когда можно было решить проблему, лишь обратившись в соответствующие органы. Сборы часто необоснованы. Эти сборы часто бывают даже лживые. Поэтому необходима выработка информационного оповещения, обращение к блогерам и так далее, чтобы мы выработали единую позицию по освещению таких сборов, по проверке достоверности этих сборов, по отчету, по открытости и прозрачности этих сборов. Чужих детей не бывает, говорят в ассоциации. К примеру, сейчас идет подготовка к большому сбору для Адама Ногоева из Кабардино-Балкарии. Хотел бы обратиться к гражданам республики, которые столкнулись с тем, что подверглись каким-то испытаниям в жизни. Может, у кого-то больной ребенок, это может случиться с каждым. Но для них в первую очередь важно, чтобы эти сборы проходили прозрачно, централизованно, с отчетами, с людьми, которые им помогут, с организациями. Для них это более эффективно. На сегодняшний день в республике сложилась когорта известных благотворительных фондов, которые ведут сборы, и перед тем, как пожертвовать свои деньги, стоит узнать, кто или какой фонд стоит за этой благотворительностью. Это поможет эффективно помочь нуждающимся и избежать печальных последствий. Руслан Жукаев, Роберт Жигутанов, Весикарачаево-Черкесия. В Карачаево-Черкесском историко-культурном и природном музее-заповеднике открылась выставка «Эхо афганской войны», приуроченная к очередной годовщине вывода советских войск из Афганистана. Мураджан Кёзов с подробностями. 15 февраля 1989 года через мост дружбы перешел последний советский солдат. С этой поры это дата праздника афганцев-ветеранов и День памяти и скорби обо всех погибших в войнах-интернационалистах. К этой памятной дате приурочили выставку, на которой представлена живая память событий минувших лет. Это и личные вещи, это каска, панама, это даже одежда душмана, там деньги, афганские деньги, документы, стихи, книги, книга, которая, сборник стихов написан самим Мамчуевым. И, конечно, очень хочется, чтобы наши жители Карачаево-Черкесии, ученики посетили эту выставку. Экспонаты выставки дают посетителям уникальную возможность проникнуть с атмосферой минувшей войны, изучить страницы боевой славы тех, чья юность оказалась опаленной жарким афганским солнцем. Эти экспонаты, которые тут, тот же компас, те же фонарики, я, например, первый раз их вижу, это очень интересно, например. И эти пожелтевшие листочки, письма, это, может, для кого-то это просто так, письма для матери или для девушки, которая ждала с войны, это много значит. И эти вещи должны, конечно, переедаваться из поколения в поколение. Пройдут годы, многое со временем забудется, но эхо афганской войны навсегда останется в памяти народа трагической меткой. Останутся стихи и песни, рассказывающие о силе духа и мужестве воинов-афганцев. Выставка – это очень благое дело. Все, что мы делаем, ветераны, вот, афганцы или другие ветераны, все, что мы сейчас делаем, это для нашего подрастающего поколения, чтобы они все вот это видели и сами могли вот лицезреть. Выставка – это для нашей молодежи, для наших жителей, чтобы они все вот это вот могли видеть, как все это происходило, как все это было раньше. Сражение непременно заканчивается, но память вечна. Ушла в историю и афганская война. Но в памяти людской ей жить еще долго, потому что ее история написана кровью солдат и слезами матерей. Мурат Цзунг-Юзов и Слава Мурумов, Вести Карачаева, Черкесия. Оказалось, что последователи доброго доктора Айболита живут и в нашей республике. О заслуженном ветвраче Карачаева, Черкесии и Украины, который и в свои 85 продолжает активно принимать участие как в жизни людей, так и в жизни животного мира. Сапарий Кубеков и репортаж Алихана Лепшокова. Жизнь и опыт научат найти подход в лечении каждого животного, утверждает заслуженный врач Карачаева, Черкесии и Украины Сапар Кубеков. И в действительности, вся его жизнь связана с развитием ветеринарии. Уроженец Аула Сарытюса Парахматович еще в 10-летнем возрасте в горячих песках Средней Азии принимал активное участие в освоении целины, за что был удостоен высокой награды. Для спецпереселенцев это были тяжелые годы. Чтобы как-то выжить, приходилось трудиться и добывать хлеб насущный. Мы думали только о том, чтобы не умереть с голода. И мы дети работали. Со мной работал Тимирлиев Тохтар, Саула Сартуз, Ермаков Николай, там местный житель, и я. В 10-летнем возрасте я был уже удостоен медали за доблестный труд. Это было в 1946 году, после окончания. Но по неизвестной мне причине, по сегодняшний день, нам почему-то эту медаль вручил не военкомат, а директор завода, где мы работали, Золотарев Александр Иванович. В эти сложные годы войны и депортации Сапар Кубеков окончил школу на отлично. Хотел стать юристом, но представителям депортированных народов не разрешали поступать по данной специальности. Ему пришлось подать свои документы на ветеринарное отделение Джамбульского веттехникума. После его окончания поступил в ветеринарный факультет Ставропольского сельхозинститута. Работал главным ветврачом в Астраханской области. Выбор профессии был не случайный, вспоминает Сапар Ахматович. Еще в школьные годы он очень любил животных и высказывал желание их лечить. После того, когда я три года отработал, я еще поступил в Московскую ветеринарную академию и тоже закончил. Это уже в 71-м году на отлично. Я работал в Старобешевском районе ордена трудового красного знамени знака почета совхоз, овощемолочный совхоз Бешевский, министерство Треста Украинской ССР. В то время, как, наверное, вы знаете, были министерство совхозов и министерство сельского хозяйства. В 1976 году, 11 мая, мне присвоили звание заслуженного ветеринарного врача Украинской ССР. За свой многолетний труд в области ветеринарии до 64-м году Сапар Кубеков был удостоен звания заслуженный врач Карачаева Черкесии. Также Сапар Ахматович работал главврачом ветстанции и ветврачом Карачаевском райветстанции. Последним местом работы для него стал Костокитагуровский ветеринарный пункт. В те годы не было никаких аппаратов УЗИ и спецтехники. Приходилось проводить лечение на ощупь и опираясь на свой опыт, вспоминает наш герой. Даже пришлось оказать помощь питомцу приезжего цирка кенгуру, строение организма которого я только изучал по учебникам зоологии, рассказывает Сапар Кубеков. После этого, я говорю, зафиксируйте кенгуру, то есть укрепите. И принесли брезентовый мешок, накинули на этого кенгуру. Пришли там еще рабочие, и я обследовал кенгуру. В области шеи была шишка такая. Но когда я обследовал, сделал пробный прокол, это оказался гнайник. Пришлось разрезать, сделать операцию. Сегодня Сапар Кубеков принимает активное участие в патриотическом воспитании подрастающего поколения. Председатель Совета ветеранов Карачаевского городского округа Ракай Алиев отметил, что несмотря на свой возраст, Сапар Ахматович ведет активный образ жизни и всегда участвует в различных мероприятиях. Будучи интеллигентным, грамотным человеком перед детьми, перед студентами в детской библиотеке, в национальной республиканской библиотеке, в городской библиотеке Карачаевского, в школах, в университете, он говорил о героях, о участниках Великой Отечественной войны. И за свой вот такой труд, большую работу патриотическую, он был в год столетия Кайсина Кулеева, получил медаль, юбилейную медаль Кайсин Кулеев. Он получил юбилейную медаль поручика Лермонтова за большую патриотическую работу. Сейчас Сапару Кубеков 85, но он и думать не хочет об отдыхе. Помимо общественной деятельности, он много читает художественной и специализированной литературы. Его библиотека насчитывает свыше тысячи книг. Голова должна быть светлой и служить во благо общества, отмечает Сапар Ахматович. Алиханепшоков Алибастанов, Вести, Карачаево, Черкесия, Карачаевск. В Кисловодске, в Нарзанной галерее на территории Национального парка в рамках проекта «Природа в зеркале культуры» впервые прошла персональная выставка семи художников Узденовых, народное искусство карачаевцев и балкарцев, узорные войлочные ковры. В день открытия там побывала делегация из Карачаевой Черкесии во главе с министром культуры Зурабом Агирбовым. С подробностями Шерифат Лепшокова. Амин Узденов сам рассказывает почетным гостям о представленных работах. Каждая из них – плотно легкого труда мастера и его семьи. Войлочные ковры всегда были неотъемлемой частью карачаевской культуры. Но как сохранить этот вид промысла, ставший в руках Амина Узденова, его супруги Марины и уже подружек детей настоящим искусством? В этой семье не думают об этом. Они увлечены делом, не подозревая, что своим творчеством еще больше обогащают культуру народа. За кажущейся простотой лени скрывается труд длиной не в один месяц. А то и год. Настоящим подарком ценителям старины стал так называемый джи-хычкиис. Полностью утраченный вид карачаевского войлочного ковра был возрожден усилиями Амина и Марины Узденовых. Мы иголкой считали, где какие петли, куда что идет и выяснили, что это делалось плетением на дощечках. То есть крутили и тесму для одежды, и тесму для одежды, и тесма с бахромой. И вот тут уникальность заключается в том, что вот здесь бахрома идет сразу, ткоца на дощечка сразу же с тесмой вместе. Она соткана, тесма вокруг этого ковра отдельно, а бахрома с тесмой вместе ткоца. Почетные гости высоко оценили работы мастеров. Министр культуры Зураба Гербов, поблагодарив за вклад в возрождение культуры народов Карачаева-Черкесии, вручил им благодарственные грамоты. Рассказал министр и о том, что в республике будет создана Ассоциация декоративно-прикладного искусства для поддержки мастеров уже на государственном уровне. Конечно, безумно приятно видеть в такой выставочной площадке работы нашего мастера, который в республике известен и всегда пользуется популярностью его работы. Но то, что есть возможность представлять на одном из главных курортов страны, это, конечно, большое достижение нашего художника. Я минус делал здесь лидер этого направления. Работы отличные. Очевидно, что эта площадка готова принимать наши работы, наших мастеров в гораздо большем количестве. Об этом мы сегодня говорили с руководством федерального учреждения. И надеюсь, что уже в этом году, в самое ближайшее время, другие мастера из Карачаева-Черкесии представят свои работы здесь, в Кисловодске. И мы будем такую практику развивать дальше. Почетные грамоты и денежные премии семье Узденовых также вручили представители общественной организации Карача-Ланхалк. Известное изготовление войлочных ковров требует особого взгляда, физических сил и терпения. Алла Киес, пестрый войлочный ковер, служил для повседневных нужд. Бичельген Киес делали, накладывая готовые формы рисунка, самый сложный вид джигген Киес с узорами в виде бараньих рогов, был особенно непрост при изготовлении. У Хальма Тагбаева, педагога и руководителя однокрофического музея в Терезе, своя личная история, связанная с этим ковром. Хочу сказать о Киесе, джигген Киес. Во время переселения мне было всего на все, всего на все было 7 дней, когда нас переселяли. 7 дней от рождения. Ну, до 5 лет я и не разговаривала, и не ходила, в связи с тем, что я не знаю, что это было в Терезе, и так далее. Ну, в нашей семье мы вот этот джигген Киес. Вы представляете, я просто до сих пор не могу забыть. Вот как они сделали это. Войлочный ковер был в каждой карачаевской семье. Поначалу, являясь элементом быта, постепенно он стал частью национальной культуры. В причудливых работах Амина и Марины Узденовых не только воспоминания о прошлом. В них угадывается душа народа. Открыть для себя культуру карачаевцев теперь смогут тысячи гостей со всей страны. Шрифат Лепшокова, Рашид Токов, Вести Карачаева, Черкесия, Кисловодск. Это вся информация, подготовленная нашими корреспондентами к итоговой программе «События недели». Я благодарю вас за внимание. И пусть в ваши дома приходят только добрые вести. Будьте с нами. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин